Санкт-Петербург именуют культурной столицей не зря, так как тут огромное количество галерей, выставок и музеев. Перед поездкой стоит изучить карту достопримечательностей города. Для юных туристов и жителей Питера организованы специализированные экскурсии, направленные на детей. Одной из таких экскурсий является посещение музея Лего. Появился конструктор в 1932 году, благодаря жителю Дании Олег Рестиансену, которому надоело продавать гладильные доски и лестницы, и он занялся производством кубиков из дерева. Название бренда происходит от датского «Лег год, играй хорошо», эти слова лучше всего отображают его суть. Для поклонников кубиков существует сеть музеев, которые расположились в каждом крупном городе по всему миру. Самый интересный находится на родине Лего, в Дании. Тем не менее, окунуться в сказочный мир можно посетив музей Лего в Санкт-Петербурге. Он понравится всем без исключения любителям бренда, на выставке можно увидеть как новые модели конструктора, так и редкие экземпляры. Важно, в настоящий момент в Питере работает два таких заведения, Геймбрик и музеум Лего Полигон. Геймбрик, самым первым на территории РФ, а именно в Санкт-Петербурге появился именно этот музей Лего. Он хоть и не очень большой, но самый известный в этой тематике. Впервые выставка состоялась весной 2012 города создатели Геймбрик планировали сделать ее единоразовой, однако пришло внушительное количество людей, после чего они провели повторное мероприятие спустя год. После этого было принято решение, что он начнет работать на постоянной основе. Полигон, этот петербургский музей является самым большим музеем Лего на территории Российской Федерации. Все экспонаты собирались непосредственно основателям музея. Для создания экспозиции ушло около 10 лет и полмиллиона деталей. Автору потребовалось около года. На строительство самого большого, состоящего из 50 тысяч элементов замка, ушло почти полтора года. Во время работы над конструкциями не использовались инструкции, чертежи, проекты или эскизы. Важно, создатель полигон не останавливается на достигнутом, и время от времени пополняет музей новыми экспонатами, вызывающими восхищение как у детей, так и у взрослых. Гимбрик. Музей динозавров в Санкт-Петербурге. Первая официальная выставка Лего в России имеет немалое, однако меньше, чем хотелось бы, количество различных наборов конструктора. В коллекцию входит Лего, достигшие почти 50 лет, а также авторские уникальные модели. Самой известной является модель «Город». Большую часть музея занимают модели зданий, одними из которых являются «Государственный Эрмитаж», «Адмиралтейство». Немалую часть занимают зоны, которые разделены по темам «Стар Уоррес», «Нинджава», «Пираты», «Супергерои», «Текник», «Эн и Эксонайтес», «Крейсер Аврора», «Друзья», «Касл», «Властелин колец» и другие. Большинство работ, находящихся в музее Геймбрик, были сконструированы непосредственно создателем проекта и работниками музея. При желании любой посетитель выставки может смоделировать какую-нибудь интересную модель. Невзирая на тот факт, что Геймбрик носит название Санкт-Петербургский музей Лего, его создатель заявляет, что представленная экспозиция не имеет ничего общего с компанией Лего, а выставка предназначена исключительно для модели Брик. Тем не менее, на ней присутствует коллекция из серии «Биониклы», имеющая отношение к Лего, но никак не к моделям Брик. Полигон. Этот музей включает в себя из 12 великолепных дворцов и замков и имеет экспозицию под названием «Город будущего». Сама выставка составляет примерно полмиллиона элементов Лего. Сконструированные с невероятным вниманием к мелочам экспонаты – это самое настоящее произведение искусства, представляющее собой многоуровневые сооружения. На территории музея поселилось около 1550 маленьких фигурок, рыцарей и принцессы, супергерои, орки, ведьмы, волшебники и скелеты. У каждого героя есть своя уникальная мини-история, о которой можно узнать, посетив музей. На выставке нашлось место всем известным персонажам – Star Wars, Нинджава, Супер Хера, DC Иммавилл, Пираты Карибского моря, Минэктофт и многие другие. Сказочное настроение гарантировано. Геймбрик. Экскурсия в Геймбрик начинается с рассказа об истории Лего и экспонатах музея, занимает около 20 минут. Далее предлагается выполнить задание «10 рейнджеров», суть которого заключается в поиске среди всех экспонатов одинаковых человечков, а также поиск определенных фигурок на музейных витринах, занимает примерно минут 20. Далее можно провести свободное время рассматривая экспозиции и общаясь с сотрудниками музея, которые ответят на все интересующие вопросы касательно выставки. Музей-подводная лодка в Санкт-Петербурге в музее работают те, кто собирал экспозицию. Важно, на территории музея отсутствует туалет. Ближайший туалет находится в соседнем кафе. Дополнительные услуги, фото и видеосъемка, нет. Аудиогид, нет. Индивидуальная экскурсия, нет. Групповая экскурсия, да, требуется записываться заранее. Есть возможность посмотреть видеоэкскурсию на официальном канале музея в YouTube. Важно, на территории музея работает магазин, где есть возможность приобрести необходимые детали лего поштучно. Сайт. Полигон. Экскурсия включает в себя обзор более 600 персонажей и рассказ их историй. Экскурсия состоит из нескольких частей. Часть 1. Огромный замок, состоящий из 50 тысяч элементов. Судно с викингами и портовый город с пиратами. Отважные рыцари, которые съехались на турнир. Дворец, где живут гоблины, маги и тролли. Часть 2. Удивительный музей в музее. Школа магии для маленьких чародеев. Храм Джина Юнши, где есть возможность загадать больше одного желания. Часть 3. Маскарад с неповторимыми персонажами. Маяк Рапунцель. Свадебный замок с многочисленным числом гостей. Мини-дворец с дроидами. Часть 4. Замок с военными действия. Особняк с прекрасной принцессой. Дом, в котором живут скелеты и симпсоны. Красный замок с восстанием против голума. Башня фотомодель. Часть 5. Город будущего. Небоскребы, судно из космоса, самолеты, концертный залив. Военная база, парк с динозаврами юрского периода и еще много чего интересного. Творческая комната. Более тысячи деталей и 20 лего-пластин. В этой комнате можно создавать шедевры из лего, не обращая внимания на время и возраст. Интересный факт. С 1949 года лего стали выпускать кубики с одинаковыми отверстиями, что дает возможность во время игры единовременно использовать несколько коллекций лего. Дополнительные услуги, фото и видео съемка, нет. Аудиогид, нет. Индивидуальная экскурсия, да, включена в стоимость билета, групповая экскурсия, да, включена в стоимость билета. Геймбрик. Музей метро в Санкт-Петербурге. Музей лего Геймбрик в Санкт-Петербурге имеет официальный сайт. Канал на YouTube, ВКонтакте, телефоны для связи плюс 7 911 724 38 51, плюс 7 812 925 0 950. Адрес, город Санкт-Петербург, набережная обводного канала, дом 60. Арт-центр Ткачи, 4 уровень, пом. 411. Добраться можно на метро. Ближайшая станция метрополитена, обводный канал. Парковка, нет. Время посещения музея, действительно с 12,6, 18 по 31,8, 18, с вторника до воскресенья, с 11 часов до 20 часов, расписание работы кассы, с вторника до воскресенья, с 11 часов до 19 часов 30 минут. Тариф на входной билет, для совершеннолетних, 350р. Звездочка, для детей младше 14 лет, 300р. Звездочка, для учащихся и студентов, 300р. Звездочка, при предъявлении карты ISIC, ITIC, IYTC, 280р. Звездочка, для пенсионеров, 300р. Звездочка, детям младше третьих лет, вход без оплаты. Скидка предоставляется многодетным семьям, 50р. Звездочка, с одного билета, при предъявлении подтверждающего документа, скидка предоставляется инвалиду и одному сопровождающему, 50р. Звездочка, с билета, в день рождения посетить музей можно без оплаты, при предъявлении подтверждающего документа. Важно, детям младше 14 лет посещение музея разрешается только в присутствии совершеннолетнего. Приобретенный билет действует согласно графику работы музея и периоду одноразового посещения выставки, который указан на билете. Как купить в кассе музея, либо через ресурс. Полигон. Музей Лего Полигон в Санкт-Петербурге имеет официальный сайт. Страница ВКонтакте. Телефон для связи, плюс 7, 900, 652, 00, 32. Местоположение, город Санкт-Петербург, проспект Загородный дом 42, добраться можно на метро. Ближайшая станция, Звенигородская. Парковка, нет. Расписание работы музея, со среды до воскресенья, с 11 до 18. Расписание работы кассы, со среды до воскресенья, с 11 до 17. Тариф на входной билет, совершеннолетним, 400р. Звездочка, детям, студентам и пенсионерам, 300р. Звездочка, участникам ВОВ и инвалидам, 1 и 2 группы, 200р, звездочка. Важно, оплата по карте не принимается. В стоимость купленного билета включена экскурсия, а также шанс самостоятельно собрать свою уникальную конструкцию из Лего. Время пребывания не ограничено, но в рамках работы музея. Важно, дети, не достигшие 12 лет, посещают музей только в присутствии совершеннолетнего. Как купить, в кассе музея. В настоящее время конструктор Лего не только забавная игрушка, а предмет для творчества и коллекционирования. За долгое время своей известности он сумел покорить не только детей, но и взрослых, благодаря чему музеи Лего в Санкт-Петербурге так популярны. Все цены актуальны на август 2018 года, звездочка.